ни свет ни заря конечно я прибежала к своему больному нужен уводчик у него еще еще есть но уже не такой жесткий спасибо ирине с канала как же он называется city роберт это по-английски кролик она мне дала цельный ценный совет да ирин вот смотри у меня тут мол молочная кислота здесь вот в поилку в общую ход закрыт я его поила молочной кислотой но сама прекрасно понимаешь что не больно то не ее и пьют ну вот она мне дала очень ценный совет и шприца 8 миллиграммов нее влить и я сейчас схватив шприц примчалась сюда сейчас я волью ему этого раствора и посмотрю как он будет себя чувствовать но пока вот видите глазки заужены ничего хорошего нет он уже меня 3 сутки без корма и даю ему сено я думаю сено он кушает по носу у него нету поэтому теперь ждем может по носу все у него там вылетит а может и сразу будет хороший стул но посмотрим от чего не понимаю но животик стал мягким все-таки значит он кислоту пьет а куда деваться больше ничего нет будем надеяться на лучшее и будем наблюдать сегодня три раза в день я ему волью из шприца раствор сморочек с молочной кислотой ну конечно же я не могла пройти мимо фая заглянула к ней проверила ее и она оказалась в охоте сходила она уже к федору и у нас все получилось с разницей в 10 минут два раза она сходу ему дала он аж постукивал лапками но все моя хорошая месяц сидишь а там видно будет сейчас пробежимся по всем здесь клетка анастасии и уж больно она меня беспокоит на ножку мы так и не наступаем ходит она на трех ножках но кушает хорошо кормит своих малышей поэтому можно немножечко и успокоиться всякое бывает может действительно пока она тут бегала у нас и с ножкой что-то случилось может из клетки неудачно выпрыгнула детеныши и растут я бы не сказал что они очень крупненькие хоть она и опытная мамашка ну ладно переходим другой клетки мне необходимо проверить тех которые сидели крольчонком у которых проблема животиком сейчас мы посмотрим ой на утреннем солнышке они у меня тут греются но все вы хорошие все вы нормальной дать к я вас пощупаю идите сюда по очереди ну да животики у всех нормально все хорошие до нас проблемы с как ты как цидиозом и нету я стараюсь пропаивать в 28 дней все молодцы здесь у нас чудная бонька крольчиха из крольчих много много желающих твоих кроликов поиметь вот как я могла не записать кому я тебя носила случку крольчат и все белые и 90 процентов что ты конечно от лёвы их родила клиентов у меня на твои крольчат полно но я не могу отдавать когда я не уверена что это чистокровные белые великаны вдруг получится что это от флантера и себе конечно такого я оставлять не буду очень люблю оставлять зимних крольчат они такие крепкие мамашки потом но вот так и придется весенних оставлять хотя одну зимнюю я оставила от альки тоже хорошая крольчиха это как бы ей на замену потому что уже летом альки будет три года пойдет четвертый на все пойдем к соседушке твоей посмотрим а это у нас белка который нервов нам намотала полно это результат ее четвертого окрола и тут оказалось в окроле всего три крольчонка и двоих она выращивает ей дней через 10 нет уже меньше так ну-ка давайте-ка посчитаем кстати твоим крольчатам завтра 45 дней мы их отсаживаем и тебя готовим к родам да так то у тебя все кругленько думаю что ты нам родишь и мы посмотрим что из тебя будет оставляем или не оставляем тебя окончательно будем решать в этот раз если ты нам конечно три четыре пять принесешь такая мамка нам не нужно все не будем заранее разочаровываться в себе через неделю все будет узнать но это наша красавица давно мы ее не смотрели вот решила я вам ее показать вот есть тебе крольчата или нет одному богу известно ну что-то тебя прям на животе складочка где на нога вот как плохо что я не могу прощупывать крольчат уже в 12 дней знала снова королю или ждать от себя крольчат все я коротко вам всех показала вот еще давайте посмотрим альку и я закончу на этом сегодняшнее видео и пошла заниматься цыплятками у меня идет второй день вывод вчера был двадцатый день и основная масса вся вывелась сегодня 21 день заканчивается процесс инкубации у меня там осталось 18 яиц и посмотрим что там еще вылупится решила закончить а как я закончу тут у нас по соседству с алькой сидит белка которую мы все проверяем будет она гадить у нас поилку или нет у нее же крольчата очень сильно подросли не видела я вас буквально один день возилась вчера с цыплятками но прям хорошенькие крольчатки но и конечно сейчас заглянув ее поилочку поилочки чистенькая нашла на себе другой уголочек посидел в изоляции несколько месяцев научилась писать на место они в поилку значит теперь я ее будет это постоянное место жительства конечно эта клетка удобней и обслуживать ее намного удобнее она по уровню моего роста сделано мы специально клетки делаем так чтоб я не наклонялась как-нибудь расскажу вам о всех плюсах и минусах наших клеток клеток конечно у нас чудные высота как раз на уровне то что мне надо я спокойно хожу обслуживаю эти клеточки и не надо мне наклоняться потому что у меня большая проблема со спиной ну что на этом я буду заканчивать свое видео сделал вам небольшой обзорчик показала всех показала как мы спасаем нашего кролика у которого проблема животиком спасибо тебе ирина большое сегодня еще шприцом его попою и может будем ждать улучшений я надеюсь а вы были на канале солнечный дворик и с вами была я елена бородина пока пока здоровья вам храни вас бог